В том, что у Тюгана не было предшественника, то с него, по сути дела, и начинается вся история развития маленьких паркетников Volkswagen. Вот что никогда мне не нравилось Volkswagen, так это подсветка приборов. Вот этот красно-синяя, ну, не знаю, фанатам ЦСКА, может быть, это понравится. Но я вообще далек от спорта, и вот эти вот цвета, они меня совершенно не радуют. Я с тобой согласен, и мне не нравится. Мне кажется, что это слишком далеко друг от друга. И не нравилось на той машине, на которой это появилось, а это прошлый Volkswagen Golf, и не нравится здесь. И, на мой взгляд, при такой вот хорошей внешности, добротно проработанной, снабженной массой симпатичных деталей, как-то меня вот расстраивает это нутро. Даже не столько все нутро, сколько вот именно такой щиток, какой-то простоватый, несколько даже теперь уже старомодный, да, вот эта часть тоже. Она, ну, как-то хочется чуть-чуть выше уровня. Даже вот верх сделан, да, прилично, а низ как-то слишком вот просто. Скажи, пожалуйста, Евгения, вот внизу идет ряд кнопок, пять кнопок, но надписи есть только на одной. Что это значит? Знаешь, здесь могут быть установлены кнопки, которые включают опционное оборудование. Вот первая здесь есть, живая, на ней написано ESP-OFF, с помощью этой кнопки можно выключить систему стабилизации курсовой, тогда, когда ты едешь по бездорожью. Дальше в этих кнопках могут быть, например, этот самый автомат, который паркует автомобиль, да, вот такая же кнопочка, и еще какие-то функции, которые сюда могут быть добавлены. Да, я даже знаю, какие, так как в этой машине дополнительными опциями считаются домкрат и докатка, то это кнопки включения домкрата и докатки. Ну да, например. Точно. Вот, а кроме этого, здесь есть набор стандартных вещей, как, например, вот высоко на двери расположенная панелька со стеклоподъемниками, она достаточно... Это как раз удобно. Удобно, в месте, да, она и на глазах ее видно хорошо, и не мешает, и рука сюда ложится удобно. Согласен. Здесь вот обычные две ручки подрулевых выключателей с хорошей четкой фиксацией, достаточно просто в них разобраться, справа дворники, слева поворотники. На торце есть кнопка вызова меню маршрутного компьютера, да, показаний. Слева круглая ручка включения света, достаточно традиционная тоже для всей гаммы Volkswagen, а справа климат и приемник. То есть тут вот все привычно и хорошо. В общем-то нельзя сказать, что здесь какая-то оригинальность в исполнении есть, отличающая сильно Tiguan от массы других автомобилей. Ну да, а самые внимательные на втором или третьем году эксплуатации этого автомобиля наверняка найдут где-то там в районе пола кнопочку управления электронным ручником, правда? Да, конечно. Вот она на том месте, где в обычных машинах ручник механический, здесь такая клавиша, она запирает ручник вверх, освобождает его вниз, за ней кнопка автохолд и массивная рукоятка переключения селектора передач с такой огромной кнопкой. Знаешь, Евгений, ты как всегда все так интересно рассказал, что у меня даже нет передних этих вопросов. Вот тогда я умолкаю. Ну и отлично. Ну что, поедем, протестируем высоту переднего бампера? Поедем, но я предлагаю немножко изменить наш тест на высоту переднего бампера. Вместо того, чтобы пробовать его бордюром, мы можем подъехать вот к такой куче гравийной, которая, на мой взгляд, градусов 30 углом, и попробовать сымитировать въезд на наклонную поверхность. А для чего? Я сейчас тебе покажу попозже. Хорошо. Ты давай тогда хотя бы посмотри оттуда. Давай, посмотрим. Хоть ты увидишь, что произойдет с машиной. Я ты уже не увижу. Да. Но я думаю, что я услышу. Погромко тут. Давай, медленно подъезжай. Хорошо. Так, медленней, 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 потихонечку, потихонечку. Давай, потихонечку вперед. Давай, 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 давай. Давай. Ну, можешь еще 5 сантиметров проехать. Хорош, 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 все. Вот. А теперь мы можем увидеть, что здесь наклон в 30 градусов автомобиль преодолеть не может. Почему? Потому что у этого автомобиля вот эта губа бампера низкая. То есть преодолеть наклон там в 30 градусов этот автомобиль не может. Почему? Потому что вот эта комплектация Тигуана называется Sport & Style. Это скоростной бампер с хорошей аэродинамикой, с таким воздухозаборником. Есть другое исполнение. Оно называется Track & Fill для более внедорожных условий. У такого Тигуана морда срезана под углом в 28 градусов. Туманки расположены выше. И он способен въезжать на вот такие более-менее крутые подъемы. Вот такая машина. Теперь можешь отъезжать. А ты не хочешь отъехать вместе со мной? Давай потихонечку назад. Или ты так и останешься на этой куче? Отлично. Давай я тебя тоже возьму. Мы же собирались тестировать автомобиль, а не кучу. А это лучше делать вдвоем. Поехали. Вот, настало время подвести итог нашего с тобой исследования автомобиля Volkswagen Tiguan. Скажи пару слов о том, что ты думаешь об этом автомобиле. Ну, во-первых, я думаю, что мне в нем все-таки было очень удобно сидеть. Ты знаешь, мы ведь с тобой тестируем много автомобилей. И иногда я сажусь в автомобиле, ну, и хотя настраиваю сидение, да, но у меня через какое-то время начинает болеть спина. Что-то там все-таки не так, да, что-то там не учтено. Вот здесь абсолютно удобное эргономичное сидение. И что особенно приятно, подголовник касается твоего затылка, да, не когда ты отлетаешь назад, а когда ты просто усаживаешься, и тебя сидение как бы полностью облегает. Мне кажется, в дальней поездке это очень удобно. Что касается его маневренности, тут я тоже ничего плохого сказать не могу. Вот, руль острый, машина хорошо рулится, хорошо влезает в разные дыры и щели благодаря своему небольшому размеру. Единственное, меня немножко смутило такое легкое запаздывание при нажатии на газ, но потом машина, когда до нее доходит, что с ней хотят сделать, она старается оправдаться и поэтому ускоряется даже быстрее, чем тебе было нужно. Ну, я думаю, к этому можно привыкнуть. Вспомнил, мне еще три вещи понравились. Первое, это подлокотник, регулируемый по высоте и по выдвиганию. Второе, это электронный ручник, который действительно очень удобен, когда стоишь в пробке на какой-то горке. И третье, это откидные столики сзади, потому что, я думаю, мой ребенок был бы счастлив. Он бы мог там во что-то играть или что-то есть, или что-то еще делать. Или, ну, в общем, масса развлечений. Очень большие претензии у меня к центральной консоли, потому что вот этот вот дизайн, он скорее подойдет какой-то армейскому автомобилю. Вот этот вот серым по-зеленому, когда мне сообщают, но вечером ничего красиво светится, а днем, ну, я не знаю, такие панели делали, наверное, лет 10 назад, может быть, если не 20. Мне кажется, для современного автомобиля это уже как-то некрасиво. Но я надеюсь, эту ошибку они исправят. Я думаю, что да, что грядет какая-то замена и будет так. Вряд ли он будет в таком виде. А, ну, что касается моих оценок, мне очень понравилась динамика этого автомобиля, потому что его двухлитровый турбомотор позволяет ехать крайне интенсивно. Просто вот на, я бы сказал, на верхнем пределе того, как, на мой взгляд, разумно ехать на компактном вот таком паркетнике, вообще в условиях разнообразных дорог. Он исключительно динамичен, при этом вот в таком интенсивном режиме движения эта машина позволяет ехать достаточно цепко, не бояться, там, улететь с дороги. То есть здесь хорошее сочетание, вот, на мой взгляд, даже избытка мощности этого двигателя с возможностью ее реализации. Конечно, он не может, как другие внедорожники или более внедорожные кроссоверы, скакать по оврагам, а предназначен, чтобы ездить по дорогам, но вот по дорогам он ездит хорошо. На мой взгляд, он достаточно гармонично сочетает в себе вот такие вещи, плюс имеет очень мощный двигатель, хотя это самый мощный двигатель в гамме. Ну, и, конечно, все, что вы сейчас услышали об этом автомобиле, это наше с Игорем субъективное мнение. А вы, конечно, можете составить свое. Объективное. Итак, сегодня мы благополучно объездили автомобиль Volkswagen Tiguan. Надеюсь, у вас сложилось о нем самое полное впечатление. А если нет, посмотрите эту программу еще несколько раз, благо ее повторяю. А если да, вам остается только дожить до следующего выпуска нашей программы. До новых встреч! До новых контрольных поездок! Субтитры подогнал «Симон»!